доброго времени суток коротенькое видео ответ на вопрос рената из казахстана и вот ренат получил культуры контейнере на жидкой среде сделал пять дней назад посел и спрашивает когда появится жизнь значит в этих пробирках когда можно будет увидеть рост мицелия вот здесь видно контрольный отсек культур тех которые я отправлял ренату но сделал я их немножко раньше чем он на одну неделю и вот у меня можно уже первые результаты от посева здесь я лучше вот так буду делать значит здесь на этой пробирочки видим это штамм м5 видно что видно что ну там появилась жизнь вот что там видно рядышком здесь пробирочка тоже 5 посев сделан 10 10 10 октября сегодня 21 октября то есть момента посева прошло 11 дней смотрим дальше анализируем вот здесь уже четко мы видим появление жизни дальше в этой пробирочки сейчас мы посмотрим если там признаки жизни до признаки жизни есть обратите внимание в самом низу пробирки вот наступило уже зарождение жизни если ее так но она зародилась самом низу то есть посев сделан был очень корректно и правильно саму среду попало очень небольшое количество клеток значит мы получим хорошенький чистый мицелий смотрим дальше и тут та же история вот приблизительно вот в этом месте где мой мизинец вот там в тени вот сейчас вот это беленькую пятнышко это вы видите начальный рос культуры и здесь тоже можно сделать вывод что туда попала там фактически где-то одна только клеточка и она будет заполнять вот этот агар посмотрим дальше здесь посевы штамма п 80 он пока пока что пока вот видим внизу пробирки самым-самым низу должно быть хорошо видно да видно вот внизу видно начальный рост мицелия вот в этой пробирки давайте посмотрим здесь в этой пробирки ну вряд ли камера покажет но в самом низу очень меленькая она такая меленькая буквально там пару миллиметров вот здесь видно точечка вот мицеллярная то есть там жизнь тоже зародилась посмотрим дальше что здесь здесь пока жизни не наблюдается ну я вам скажу искренне у меня были даже такие пробирки которые стояли на протяжении очень длительного времени где-то до месяца мне уже в какой-то момент казалось что может быть при посеве я что-то пропустил и не сделал значит посев просто в эту пробирку почему если параллельно в других пробирках во всех появилась жизнь а в некоторых не появлялась жизнь то потом все таки на протяжении где-то даже через месяц там рост мицелия бывает и такое вы знали и здесь посмотрим что происходит вот у нас розовой вешенкой есть три пробирочки розовой вешенки посмотрим как они себя здесь чувствуют та же самая история обращайте внимание на низ пробирки вот вот это беленькое то что вы видите вот где-то где-то вот так она видно это не блик это вам не показалось это внизу начальный рост мицелия в этой пробирки смотрим я так чуть ближе посмотрю здесь пока рост не наблюдается и здесь пока рост не наблюдается ну вот пример здесь в двух пробирках пока роста не видно ну в этой уже рост начался то какой вывод можно сделать вывод можно сделать один что культуры которые были сюда засеяны жизнеспособны то есть в этом флаконе находились жизнеспособны жизнеспособные клеточные культуры которые уже начинают давать свой рост с другой стороны можно сказать что пассив был сделан довольно таки чисто если бы туда попала какая-то банальная наглая инфекция то за пять дней она уже бы давно распространилась по всей поверхности пробирки и превратила бы ее приблизительно вот такое зрелище как видим я о это японский так и хочется вспомнить японского городового здесь мы воюем с плесенью с плесенью японский опенок воюет с плесенью почему он здесь воюет вот по какой причине сейчас я покажу кто следит регулярно за публикациями тот наверное видел эту войну японского опенка то есть в видении чистой культуры там было такое видео мы делали отсев вот этого япон там где вот поцарапано агар вот там выдерто вот мы делали отсев вот этого мицелия вот этого опенка который поглощает вот эту зеленую триходерму скорее всего значит он и это поглощает мы хотели его отсеять на другую пробирку в результате у нас получилась вот такая штука то есть в процессе несения петли в эту пробирку она полностью была обсеменена спорами из предыдущей пробирки и в результате в результате вот имеем вот такой зеленый результат отсутствие результата это тоже результат самое интересное это внизу то есть посредине вот где мы делали сам посев видите там какие-то мокрые такие пятна до сих пор я не могу понять что это за мокрые пятна что это за рост и что это за лабиринты они их можно видеть у меня на главной странице на шапке там есть такое фото вот эта война мицелия розовой вешенки вот с этим лабиринтом вот с этими каплями что это такое постоянно почему-то рост вот этого опенка сопровождается ростом какой-то вот этой непонятной культуры у меня уже было такое размышление насчет того что может это какой-то видоизмененными цели и вот этого опенка но на самом деле здесь в этой пробирке он выглядит вот таким все-таки белым обычными цели и не жидким а здесь почему-то при посеве он опять превратился какие-то мокрые капли у нас юра есть у меня такой друг на канале знающий человек я думаю он посмотрит это видео он обязательно даст какие-то комментарии очень хороший знающий такой вот специалист тоже в области микологии и что оставляем вот этого японского городового стороне такие результаты такие ошибки тоже нужно наблюдать чтобы вот к слову сказать вот этот зеленый плесень которая сейчас пробирки на начальном этапе роста она выглядит тоже белый тоже пушистой и тоже паутинчатой она почти выглядит таким же внешний вид имеет точно такой же как и мицелий фактически грибов но потом она зеленеет и понятно становится что это совсем не грибы и некоторым начинающим микологом которые приступают к изучению этой непростой такой но благодарной благодарного дела по производству мицелия производству собственных культур что им на начальном этапе они спрашивают с чего начать я им даю один очень хороший совет начните с того что сделайте агаровые среды сделайте контрольные среды не сейте на них ничего посмотрите некоторое время понаблюдайте на инкубации насколько вы чисто сделали среды на них не должно ничего расти если они у вас чисто сделаны и на них нет никакой инфекции на протяжении двух недель возьмите в эти пробирки посетить что-нибудь к примеру водопроводную воду прилепите сделайте соскоб например со столов с рабочих поверхностей попробуйте сделать соскоб из своих рук это можно сделать элементарно намочить какой-то стерильный раствор ватную турундочку для промывки ушей и просто даже скажем смыть или попробовать взять протереть небольшое там где-то на столе вот это место бросить вот эту турундочку пробирку и понаблюдайте что там начнет расти по изучайте как выглядят другие инфекции которые находятся во внешней среде чтобы в дальнейшем вы смогли отличить где у вас мицелий грибов растет а где у вас растет обыкновенная банальная флора которая находится у вас там в комнате или в лаборатории или в лавинарном шкафу или на вашей одежде вот начните с этого и потом уже приступайте к выращиванию культур клеточных и желательно чтобы эти клеточные культуры были имели какое-то происхождение такое проверенное для того чтобы вы могли какую-то правильную оценку делать тем вашим действием которые вы проводите в лаборатории желаю вам всего самого наилучшего до следующих публикаций изучайте микологию в Auburn на на